На ледовую арену с клюшками, ой нет, на прогулочную площадку перед домом верблюдов с ветками в руках выходят латвийские хоккеисты. Сегодня они стали крестными маленького верблюжонка и зовут его теперь Бронза. Классно, это радость, это конечно ответственность, но были очень рады такому факту. И когда узнали, как мы его будем звать, тогда конечно очень-очень обрадовались Бронза. Ну, надеемся, скоро еще будет Судрапс и Зелтс. Так что, нет, классно было нашего крестного ребенка встретить. Угощение от хоккеистов верблюжонку понравилось. И как бы подтверждая то, что он теперь крестник спортсменов, малыш очень активно скачет по вольеру. Мы будем приходить, смотреть, как он растет. Очень сильные животные, так что мы тоже будем от них вдохновляться и будем смотреть, чтобы никто не обижал. Так что мы будем очень такая хорошая, мы вообще хоккеисты, такая большая, сильная семья. И за нами еще, смотрите, стоят еще люди, которые наши фанаты. Так что, я думаю, Бронза в очень хороших руках. Сами хоккеисты тоже не остались без внимания. Пообщаться с кумирами пришли их поклонники. Мне очень понравился хоккей. Я хотела получить автограф от хоккеистов латвийской сборной. Ты болел когда чемпионат? Конечно, да. Да, тоже первый год мы болели всей семьей, смотрели игры, много игр. Я играла в Латвии, наверное, все игры посмотрели и очень переживали, если не удавалось что-то. Но когда Латвия побеждала, конечно, мы очень радовались и болели за нашу сборную. Для чего тебе автографы? Чтобы я помнила, что встретила хоккеистов. И когда буду большая, я тоже смогу вспоминать, что когда была маленькая, встретила хоккеистов. Ты видела, как они играли? Да, я смотрела чемпионат мира по хоккею. Я смотрел каждую игру и очень громко кричал, когда они забивали голы. Мне очень нравится, что они назвали верблюжонка бронзой. Верблюжонок в Рижском зоопарке родился месяц назад. Верблюжонок хорошо растет, ест молоко, уже пробует взрослую еду, ест сено, траву, листья деревьев. Он немножко боится людей, но очень любопытный. И все верблюды очень хотят дружить с людьми. Они подходят, интересуются, можно их погладить. Но не посетителям, а работникам. Поскольку это самец, он не сможет остаться жить в Рижском зоопарке. Бронзе тоже нужно создать семью. А у нас нет места для еще одного верблюжьего дома. Так что, когда верблюжонок подрастет, он переедет жить в другой зоопарк. Галина Солодовник, Ивар Жипицкис, РУСЛСН.